Всем привет! Это канал Сергей и Леся. Друзья, сегодня у нас в гостях Гена. Он вчера только прибыл с Харькова, познакомьтесь. И сегодня мы как раз поговорим о теме пересечения границы. Гена нам расскажет, как это все происходило, какие ему документы понадобились, и расскажет, как и где, и за сколько сдать тест и все остальное. Так что оставайтесь, поехали! Что самое интересное? Начнем с того, какие нужны документы для того, чтобы приехать сюда. Конечно же, нужно основание, то бишь приглашение. В моем случае я получил в электронном виде приглашение, то есть я ехал по биометрии. То бишь у меня на руках было приглашение, я оформил в Харькове страховку на 3 месяца. Ну, собственно, там на 3 месяца, на месяц, не имеет значения, цена одна и та же. Вот, если кому интересно, страховка стоила 350 гривен. Вот, и, собственно, из такого, из важного, все. То бишь имеем паспорт, имеем приглашение. Вот, не делал я тест, ничего я в Украине не делал. Специально спрашивал, ездил в аэропорт, задавал вопрос. Мне сказали, что они не могут ничего ответить на данный момент. Только тогда, когда будут сажаться уже в самолет, садиться в самолет, мне уже по факту скажут, какие на тот момент будут условия. Соответственно, мы едем в аэропорт и надеемся, что нам повезет и нам ничего не нужно будет делать. Но точно не знаем. Да, но в случае, если необходимо будет сделать тест на Украине, есть в аэропорту экспресс-тест, то есть делать в течение 15-20 минут, это не есть проблема. То есть, приехав на посадку, на регистрацию, все, в принципе, можно успеть. Ну, и так повезло, что мы приехали, и в этот день, а этот день был 28 мая, ничего такого делать не нужно было, просто пришел, получил посадочный документ, предъявил, все, подождал, все просто, пошел, пропустили без проблем, полетели мы в Польшу. Гена, почему выбрал самолет? Ну, это решение, в принципе, было очевидным, в связи с тем, что Харьков есть удаленной точкой от Польши, и перемещаться с Харькова до Польши автобусом не дешевле, чем на самолете, и, естественно, как бы очень долго. Вот, поэтому это мучиться в автобусе ехать, сидя, у неудобства терпеть, плюс доехать, там, не знаю, до Львова, там пересесть, еще столько-столько, дешевле не будет. И, как бы, тоже мы находимся в городе, который не возле границы Украины, соответственно, как бы еще по территории Польши нужно перемещаться. Вот, жалко было и времени, и, как бы, хочется себя спожалеть. А сколько ты брал билет? Значит, билет мне обошелся с багажом, ну, где-то 3 700. Ну, а это ты брал, получается, не за месяц, а почти перед вылетом. Да, дело в том, что, как бы, мне так получилось, что в день рождения я получил приглашение на работу, и на этих всех эмоциях я в кратчайший срок решил лететь. Приехал в аэропорт и спросил девушку, девушка, а как мне доехать, чтобы недорого долететь и в ближайшее время. И так получилось, что буквально там через 3 дня был рейс. Ну, то есть без проблем приехал и в течение, ну, за 3 дня и билет взял, и все документы оформил. Скажи, у вас не было такого условия, что нужно купить обратный билет на самолет? Опасался я такого вопроса, конечно же. Да, я смотрел ролики, да, есть такие случаи. Но также говорили, что можно сказать, что билета нет, сейчас куплю в Польше. Да, то есть как бы у меня же время есть, я уже на 3 месяца еду. Поэтому мы решили обратный билет, конечно же, не покупать, но зачем эти лишние затраты? Ну, естественно, у меня были с собой средства, чтобы в случае, если такая необходимость возникнет, уже там на месте приобрести, то есть все решаемое. Главное, что у меня есть документы на въезд в Польшу, а дальше? Ты влетел в Польшу. Как все происходило? Какие документы у тебя проверяли? Где ты делал тест? Как я и сказал, что у меня на руках было приглашение, была медицинская страховка и паспорт. Приземлились мы и двинулись всей организованной толпой в здание аэропорта. Как только открылись двери, стоит работник аэропорта и показывает, в левую сторону можно пройти вправо, то есть два прохода. В одну сторону идут те, кто хочет, то есть намерен сделать тест, а в другую сторону идут те, которые не хотят делать тест и будут двигаться дальше, я так понимаю, на обсервацию. То бишь, я, естественно, как бы решил закрыть все вопросы сразу, я пошел, в принципе, с большинством людей, которые прилетели, я пошел, конечно, сдавать тест. То есть, Глена, я тебя перебью, вот у нас постоянно спрашивают, обязательно проходить карантин. У вас на данный момент есть два варианта. Когда вы прилетаете в Польшу, вы сами для себя выбираете. Или вы 10 дней карантин сидите, или вы делаете тест. Да, продолжай. Все верно. Ну, я так понимаю, что 10 дней карантин, возможно, и не обязательно. Просто есть люди, которым нужно куда-то двигаться дальше, и они там не успевают на автобус, на другой транспорт, они не имеют времени. Они могут сделать тест по месту. И уже получив результат, там, по сечении суток, двух, они как бы с карантина уйдут. Ну, да, да. Но это все равно тест только. Да, тест все равно нужно будет делать. Ну, по-моему, очень удобный вариант. Вот получается, да, сразу мы пошли, буквально второй этаж поднялись, ну, мы говорим за Вростовский аэропорт. Там стоит, скажем, в двух разных концах помещения, стоит с одной стороны конторка, где сидят 4, по-моему, молодых человека, и принимают паспорт, оформляют документы, принимают плату за тест. Тест стоит 200 злотых. Приняли оплату. С этими документами проходим в другой конец здания, и там люди в белых, даже не халатах, а в комбинезонах, как когда с респираторами, как прям как в кино. Вот, это все дело организовано, и быстренько проводят тестирование. И результат буквально через 15 минут получаете, получаете отрицательный результат. Чего всем желаю, собственно. Вот, и все. И потом быстренько, времени много не потеряли, мы переместились дальше по коридору уже к бюро, где сидят пограничники. Ну, там, конечно, немножечко времени уже заняло. Но, в моем случае, страховку не проверяли. То есть, я подал только паспорт, приглашение и, собственно, результаты теста. Все проверили, пожелали успехов, пропустили на территорию Польши. Все про все заняло, ну, в очереди минут 20 мы простояли. Да, ну, и это удобно, например, для людей, которые переживают, например, они едут, у них нет адреса, да, ну, они собираются делать тест, а нужно указать, как бы, адрес, где ты будешь проходить обсервации, люди переживаются. Все верно, да. А так ты сделал тест, и тебе уже даже адрес не нужно указывать. Ну, вы, как бы, не привязаны к одному месту. То есть, вы приехали, и уже свободный человек, можете перемещаться по территории Польши, так, как вам удобно, не будут вас там контролировать. Это удобно, действительно, я считаю, что это логичное решение с их стороны. То есть, поляки в этом отношении молодцы. Гена, почему решил приехать в Польшу? Ты первый раз, да? Да, я первый раз в сознательной жизни выехал за территорию Украины. То есть, ребенком путешествовал с родителями, вот, а как бы, вот уже самостоятельно в первый раз. Почему? Ну, как бы, факторов, на самом деле, очень много. Начиная с того, что хочется посмотреть мир, хочется, как бы, иметь сравнение, как живут другие страны в сравнении с Украиной. и я думаю, что, как и многие, в поисках стабильности, наверное, вот, если будет стабильнее здесь и все понравится, я даже, как бы, не прогоняю себя такую мысль, что, возможно, даже здесь останусь. Но это мы уже будем смотреть дальше, по факту. Пока что я, конечно, немножко на эмоциях, под впечатлением, и еще слишком мало здесь нахожусь. А вот скажи, ну, что в Украине? Нет работы или зарплаты маленькие, или жизнь дорогая? Почему все-таки стабильность? Вот ты говоришь, что ищешь стабильность. Да, я вопрос, конечно, понял, вопрос логичный, как бы, у всех на слуху. В принципе, все факторы, которые перечислены, они имеют место быть. Ну, вот ты говорил, что вы с женой с высшим образованием, да, вы работали по специальности, при том, у вас такая специальность серьезная, да, и что, получается, специалисты не требуют, не нужны в стране нашей, или как? Да, мы с женой инженеры, электрики, каждый в своей отрасли. Жена у меня проектирует релейную защиту. Я, в принципе, себя попробовал во многих отраслях, и наладка, и, ну, в общем, поработал 15 лет, пытался работать в Украине по специальности. Ну, стабильности не получается, потому что то закрывается предприятие, то просто не работает, нет заказов, то портим отношения там с соседями, ну, никого, ничего не режима, не призываю, как бы, испортить отношения, и, как бы, вот, работал, допустим, в проектном институте, ну, закончились там заказы, началось все хуже, грустнее, все стало. И как-то вот, по какой-то, даже не знаю, как назвать этот график, ну, очень нестабильный. Вроде бы, чуть-чуть взлет, взлет, потом опять начинаешь что-то искать. А хочется, честно говоря, как любому, я думаю, человеку, хочется быть уверенным в завтрашнем дне, в будущем своих детей, иметь стабильный заработок и понимать, что ты на то, что зарабатываешь, можешь рассчитывать, что-то планировать. А хоть и говорят, что заработать такие деньги можно и в Украине, допустим, я еще не знаю, о каких деньгах мы говорим, да, но кто имеет опыт работы в Польше, говорят, что, в принципе, там в столице Украины можно зарабатывать такие же деньги, возможно и так, но мы еще как бы должны понимать, что мы за эти деньги можем купить. Ну вот и для меня это как небольшое исследование. Хочу, да, если есть возможность посмотреть, вот я приехал посмотреть и да, возможно и поменять в этом ключе. А вот нас еще часто спрашивают, почему Польша, а не Чехия? Вы Чехию рассматривали или нет? Честно говоря, я не рассматривал Чехию. Дело в том, что польский язык, у меня есть опыт проживания на Западной Украине, вот, также, когда был маленький, я рос в военном полку в среде русскоязычных, как бы, людей всех, и как бы, я хорошо знаю русский, и дуже непогано разумею украинскую, а польский, он как бы в себя, можно найти, как бы, корни с обеих языков, с русского, с украинского, где-то с английского, и когда я начал просто прослушивать, пытаться и выучить, какие-то слова, мне оказалось, это несложно. Да, конечно, разговаривать пока сложно, потому что для того, чтобы разговаривать, нужен опыт общения, но понимаю, как бы это смешно, как бы не звучало, понимаю, я практически, ну, не знаю, процентов 70, наверное, уже понимаю, то есть новости могу слушать, и поэтому, это для того, чтобы как-то разобраться, посмотреть, узнать, по-моему, очень важный фактор, и я на этом, как бы, сделал акцент. Никто же, никого здесь в Польше не держит, вот, можно посмотреть, поехать дальше, можно поехать на экскурсию, это что такое. Гена, как ты готовился к поездке в Польшу? В чем заключалась твоя подготовка? Возможно, вы назовете меня легкомысленным, но вся моя подготовка заключалась в том, что я подучил язык, вот, я изучил моменты, тот город, который собирался приезжать, как пользу за транспортом, какие-то там, ну, особенности такого быта, и, собственно, и все, я считаю, что все-таки по менталитету, что ли, мы не так уж и далеки от Польши, поэтому особой там какой-то спецподготовки, чтобы сюда приехать, я думаю, не надо. Деньги менял. Ну, деньги логично, как бы, конечно, нужно на первое время что-то ожить, много денег там, прям, не менял, да, как мне сказали, сделать себе на карточке, как бы, неприкосновенный запас в случае каких-то непредвиденных ситуаций, чтобы можно было выехать, что-то на первое время, поменять, как бы, денежку какую-то, чтобы рассчитываться, элементарно даже, чтобы проехать в автобусе, нужна какая-то мелочь, ну, то есть, как бы, не везде там можно рассчитаться, допустим, банковской карточкой, конечно, там какую-то небольшую сумму денег наменяли, злотых, что тоже не оказалось проблемой, то есть, даже в Харькове, это все есть, все, денежки есть, документы есть, минимальное знание языка, понимание, куда едешь, как пользу транспортом и точка назначения, в принципе, все, и желание, что-то увидеть, да, чего-то добиться, все, пожалуйста, никто никого не держит. Ну, да, Гена, а что ты с собой брал, такое, может, ты читал, что нужно с собой обязательно взять с Украины, вне вещи там? Нет, я как бы специально как бы не готовился для выезда с Украины, я думаю, что не имеет значения, с какой стороны выезжаешь, нужно иметь все вещи, необходимые для, там, на первое время, да, для того, чтобы человек поддерживать себя в порядке, переодеться, а не замерзнуть, вот, и поэтому, имея уже опыт студенческий, жили в общежитиях, очень много переносили лишних вещей на себе, вот, ты уже как бы собирался, имея какой-то опыт, соответственно, как бы, нужна была вместительная сумка, мы, как бы, да, у нас еще же авиаперелет, все это дело я решил взять максимально удобное, кто на все максимально удобное делает, ну, военные ребята, они же путешествуют, вот, и взял и военные сумочки купил, то есть военный рюкзак и военную сумку, отличную, такая, переносная, можно как рюкзак, можно как угодно, с разной стороны брать, Гена, спасибо тебе большое, не буду тебя долго мучить, у тебя еще все впереди, мы обязательно еще встретимся, спросим тебя, как ты уже здесь обосновался, когда ты немножко уже поработаешь, поживешь, а мы сейчас едем искать, где не живем, пожелайте нам удачи, до новых встреч, пока-пока, всего хорошего,